Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Сухоруков Григорий Михайлович Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Литературная обработка Станислав Смоляков Опубликована 30 сентября 2020 года Часть пятая Комсорг Стрелкового полка Я это знал и потому было над чем подумать, когда мне предложили новую роль. В конце февраля 1942 года меня вызвали в политотдел дивизии. Мои ближайшие друзья солдата шутили Езжай, езжай, командующим тебя хотят назначить На фронте неблагополучно Надеемся, и для нас тёпленькое местечко подыщешь С 1 марта 1942 года меня отправляли на трёхмесячные курсы младших политруков Их организовывал и проводил политотдел 31-й армии На три месяца уезжал я в тыл Закончился мой самый тяжёлый период участия в Великой Отечественной войне Девять месяцев я воевал рядовым связистом Не только были тяжелые невзгоды, постоянные опасности Но и подчиняемость всегда всем и во всём Не связанные с боевыми действиями приказания Принеси воды командиру Он пить захотел Доставь обед Ему есть надо Помой котелок Большинство командиров, политработников Которым мне приходилось подчиняться Были очень хорошие люди Сочувствовали и понимали всю тяжесть солдатской жизни Но были и другие Особенно те, которые поступали из пополнения Которых мы не знали И они нас не знали От таких часто поступали приказания неуставные А один из командиров взводов, вновь назначенных Ко мне обратился как-то Эй, ты, очкарик, пойди сюда Это тяжело резануло мне по сердцу Я был солдатом-самолюбивым Которому до войны удалось пожить Поучиться в культурно-университетской среде Эти оскорбительные слова И этот мой подход к нему Через преодоление самого себя Я ясно помню до сих пор Но я со всем уважением относился И готов был помочь в чём-то командиру Который оказывался окончательно измотанным непрерывными боями Некогда было ни пить, ни есть Всегда с удовлетворением вспоминаю Своего командира дивизиона Капитана Фрейтага Это был культурный, требовательный командир И я чувствовал его какое-то другое отношение ко мне Многое пришлось испытать И вот теперь, совершенно неожиданно для меня Я могу через некоторое время стать политработником О тех политработниках, которые были в нашей части У меня сложились хорошие впечатления Я серьёзно думал о своей будущей работе На должности политрука Вырваться с передовой, из этого пекла И оказаться в тылу Спать в постели, надеть чистое бельё Это мечта, представление, граничащее с раем на земле Тыл, в котором я оказался, был относительным Это был тыл 31-й армии Куда долетали самолёты противника И где сигнал воздушная тревога Нет-нет, да и прозвучит Курсы наши располагались В одном населённом пункте Калининской области Курсанты были расквартированы по частным домам Мы жили втроём в одной деревенской хате В одной половине хозяева, а в другой мы Наши отношения взаимно были уважительны Хозяйка дома, пожилая женщина и старая дева Нас представляли героями, возвратившимися с фронта Они оказывали нам своё уважение, морального порядка Мы же их со своей стороны поддерживали материально У нас был постоянный армейский паёк Питались около походной кухни Так же, как и на фронте Котелок и ложку носили с собой Котелке, сколько удавалось, приносили суп или кашу, кусок хлеба Через эту деревню прошёл фронт Жители были ограблены, не было хлеба Скот был почти полностью уничтожен Им повезло только, что их дома уцелели Старая дева, лет 35, была психически не совсем нормальная Грязная, неряшливая Вспоминаю своё детство и юность, проведённые на Орловщине У нас не было деревни, где бы ни жили один-два дурачка Они были тихие, добродушные Пользовались и общим покровительством Кто даст старую рубаху, кто пиджак, старую обувь У кого-то они могли поесть после того, как что-то помогали сделать Возможности в этом их были ограничены Но что-то они могли Наш дурачок помогал стеречь коз, гусей Эта девица была застенчива, смотрела на нас с украдкой То из-за двери, то выглядывала из-за печки Может быть, и не стоило о ней вспоминать Если бы не один курьёз Один из курсантов заманил её в сарай Было там что-то или не было Но их там застали Бедному несчастному курсанту не было прохода Шутники фантазировали, представляли эту связь В разных смешных вариантах Смех и горе Этого курсант не мог вынести Вскоре его отправили на фронт Или он сам подавал рапорт Или по воле начальства Из бытовой нашей жизни запомнился мне ещё один случай Характерный для житья бытия Людей Тверской деревни У некоторых крестьян на задворках Стояли маленькие деревянные баньки За нашей хатой в огороде стояла тоже такая банька Но там не было котла Чугун воды нагревали в печке И относили в баню Холодную воду подносили ведрами Так мы мылись Однажды хозяйка говорит Мы так же моемся, но после ещё паримся Где? Там же нет парилки, котла В печке Натопим хорошо печку Выгребим угли в залу Хорошо выметим постелем соломки Туда ляжешь, хорошо пропотеешь Да и на снег выскочишь Обдашься холодной водой Курсант Стрельцов, который жил со мной в одной хате Загорел с этой идеей Недолго думая, вечерком натопили печь Очистили её Постелили свежей соломы Стрельцов первый полез туда Мы тут же стоим Осведомляемся, как он там парится Сначала ответил громко Хорошо Затем ответы стали всё глуше и глуше Хватит, вылезай, кричим ему А он молчит Тащи за ноги, он там угорел Вытащили без сознания Отнесли на снег Растёрли снегом виски грудь Очнулся Хозяйка выскочила испуганная Мы на неё Чего вы нам наговорили? Человек чуть не умер Батюшки, с нами никогда такого не случалось А как вы в печь-то залезали? С головой? Господи, спаси-то нас, грешных Залезай-то ногами вперёд А голова-то снаружи Распорядок дня у нас был насыщен до предела Подъём в 6.00, зарядка, бег, туалет И в 8.00 мы уже занимались Занятие в поле на морозе Было до обеда А после обеда политические занятия В классе до вечера Больше было занятий по боевой подготовке Нас готовили для артиллерийских частей И мы хорошо изучили стрельбу из миномётов И орудий, и материальную часть Ходили в походы с полной нагрузкой Часто учебные стрельбы из пистолета Я попал в миномётное отделение Нас готовили специально для миномётных частей И хорошо подготовили к стрельбе из миномёта Было несколько практических миномётных стрельб В конце обучения сдали боевые зачётные стрельбы Из 82-мм миномётов Каждому отпускалось 3 мины для поражения цели Готовишь данные для стрельбы Сначала недолёт, потом перелёт И третий уже должен поразить В боевых условиях нужно не менее 4 минут Для поражения цели Нам давали одну Я получил хорошо Также сдали зачёты по стрельбе из пистолета Винтовки, политической подготовки В своём пребывании на курсах политработников Мы закончили 20-километровым марш-броском С полной выкладкой Возвратились страшно уставшие И сразу на выпускной вечер Мы сидели за одним большим столом Со своими командирами, преподавателями В здании сельской школы Мне от курсантов предложили выступить Это была благодарственная речь Полное обещание оправдать доверие партии В бою Заместитель начальника политотдела армии Выступил с заключительной речью Хорошо отозвался в моём выступлении И сказал, что в лице курсантов Будет хорошее пополнение Политработников 31-й армии На этих же курсах Я был принят членом коммунистической партии Мне было присвоено звание Младший политрук Кандидатом в партию Я вступал в боях под Москвой Быстро пролетело время И в конце апреля 1942 года Я был направлен опять в действующую армию В моём кармане лежал документ По которому я должен был прибыть 220-ю стрелковую дивизию 25-й стрелковый полк На должность комсорга полка Искать боевой обстановки Нужную тебе часть Сложное и опасное дело Так просто не спросишь Где находится такая-то часть Найди начальника, предъяви документы Вам могут указать очень приблизительно Расположение дивизии полка Мне повезло в том, что я поймал грузовую машину Из тыла 220-й стрелковой дивизии Куда едешь? А вам куда надо, товарищ младший политрук? Это первое обращение рядового солдата Ко мне, политработнику, взволновало меня Мне показалось, что только теперь Я почувствовал, осознал Своё новое звание и новую роль С присвоением звания Нас поздравляли командиры и политработники курсов Но это событие воспринималось Как должное, официальное А тут солдат выразил своё отношение Как к старшему по званию Шофёр так и не назвал часть, куда он следует И сказал Садитесь, подвезу Он привёз меня в тыл 25-го стрелкового полка Какой-то интендантский работник Посмотрев мои документы, сказал Вам придётся до вечера подождать Днём туда не пробраться Стемнеет, наши повезут обед на передовую С ними поедете А теперь идите на кухню Подкрепитесь Такое предложение было очень даже кстати С утра ничего не ел Да как будто и не хотелось Не до еды было До сухого пайка, выданного на курсах Не дотронулся Мысли, мысли Где часть Какую задачу выполняют Каким начальником я попаду Как встретят Как пойду к солдатам Поговорить по душам Выйдет ли Теперь положение немного прояснилось Если днём нельзя добраться до штаба полка Значит часть в пекле Вечером я прибыл вместе с кухней в штаб полка Мне показали землянку комиссара полка Звания и должности политработников менялись То комиссары, то заместители по политчасти Но независимо от этого В неофициальной обстановке Их называли комиссарами Это звучало как напоминание Традиции гражданской войны И о доблестях комиссаров А, комсомол прибыл Да ладно, садись, садись Добродушно сказал человек Сидящий за столом Он был без ремня С расстёгнутым воротником Как будто в домашней обстановке Может быть поэтому Он не стал слушать мой доклад О прибытии по уставу Он смотрел на меня внимательно Изучая с ног до головы Не знаю, что он подумал Глядя на мои очки Но я сам прежде всего Подумал об этом В армии я стал стесняться Этого своего недостатка Мне казалось, что у принимающих Меня командиров Возникают мысли О моей неполноценности Как воина Внешне я старался Держаться бодро и уверенно После некоторых расспросов О моей биографии И боевом пути Он позвонил кому-то По телефону И пригласил к себе В землянку вошли Два добрых молодца Будьте знакомы Сказал комиссар Секретарь партийной организации Капитан Сосков Пропагандист полка Майор Груздев А это, он указал на меня Комсорг полка Младший политрук Сухоруков Будете работать вместе И, надеюсь, дружно Помогая друг другу У младшего политрука Большой боевой опыт Он рядовым отступал Наступал Участвовал в обороне Москвы И в наступлении под Москвой Вот теперь к нам назначен Забирайте его к себе В работе мы быстро сошлись Понимали друг друга Как партийно-политические работники И просто как люди И все же я был младшим Среди них по званию Парторг Сосков Был физически крепко сложен И в то же время Весел, улыбчив Его немного удлиненный И выдававшийся вперед Солидный подбородок Не делал его лицо грубым Только, может быть, По этой причине Он немного в разговоре Присюсюкивал Майор Груздев Был похитрее Смотря на него Невольно думалось Что за его речью Скрывается еще что-то специально Для этого случая Недосказанное Каждый день Мы должны были Находиться в батальонах Ротах Беседовать с бойцами Изучать их настроение Проводить беседы В которых разъяснять Обстановку в стране На фронте Конкретно на нашем участке Что делается На оккупированных Противникам территориях Большой интерес Вызывало чтение газет В которых описывались Подвиги героев-фронтовиков Я всегда носил с собой Статьи Ильи Оренбурга Алексея Толстого Емельяна Ярославского К этим авторам Командиры и солдат Относились с большим Доверием и уважением От меня требовалась Работа с комсомольцами Возможности для этого В окопах и траншеях Были ограничены Собрания не созывали Индивидуальные беседы И учет членов ВЛКСМ Напоминало долгие О передовой роли Комсомольца О каждом таком посещении роты Нужно было писать донесения В котором подробно отражать Думы и мысли бойцов И конечно снабжение пищей Обмундированием Патронами Махоркой Бумагой для писем и Курева Для последней цели Шли газеты Листовки Политработников Окопов часто ждали Не только потому Что он несет им Всевозможные новости Но и как человека С газетами для Курева Сам Ямала курил Только в компании с бойцами Это было необходимо Лучше беседа клеилась Папиросы получал регулярно И раздавал их солдатам Было приятно видеть Как после Махры Воин с чувством наслаждения Затягивается благородным дымком От папиросы Казбек Бывало откроешь пачку И вот подтянулись к тебе руки Видишь дружеские улыбки Политработник Который умел быть близким к солдатам Поотечески Дружески Относиться к ним Был всегда желанным гостем Его ждали И с удовольствием принимали Были откровенно с ним Меня часто знакомили С содержанием писем Которые получали солдат От своих родных От знакомых девушек Вспоминается один случай После удачной разведки Я написал письмо Родителям одного из разведчиков Был захвачен язык Большую смелость и находчивость Проявил этот молодой паренек Комсомолец В письме я подобно Описал этот случай Со стороны Может быть кто-то мог сказать Что преувеличил У меня был И остается свой взгляд На такое преувеличение Можно, как говорится Сухо констатировать факт Сухо, жестко Люди там манекены Или автоматы, роботы Я писал о событиях Которые творили живые люди С их переживаниями, мыслями Письмо получилось Как говорили солдаты Задушевное Его читали в цехе Где работала мать Бойца-разведчика В обратных письмах Матери секретаря Партийной организации цеха Выражалось большое удовлетворение Тем, что сын и земляк Так смел, мужественно И умело защищает Нашу родину Земляки-бойца Обещали еще лучше Трудиться Давать все для фронта Все для победы Все это было Когда мы стояли В обороне И вот однажды Уже накануне наступления Один из рядовых Обращаясь ко мне Сказал Товарищ младший Политрук Если что случится Со мной Напишите моим Родителям письмо Мне стало грустно Как и ему От этих слов Но бой есть бой В нем никто Не будет спокойным Одни лучше Скрывают тревогу Другие хуже Этот солдат Относился к последним Я пытался Развеять его мысли Но в то же время Обещал выполнить Его просьбу Если останусь жив Ведь я же должен был Идти в атаку Рядом с ним А если потребуется То и впереди Я пожалел Что не заметил Этого солдата раньше Внешне он был Скромен и незаметен Теперь я видел По его лицу Что он много думал Переживал Пришлось признать Изъян в своей работе Мои старшие товарищи Политработники Были веселыми парнями Много шутили Смеялись К положенным Ста граммам Часто находили Способ Прибавлять еще Столько И полстолько На передовую Ходили После много Об этом Рассказывали В своих донесениях О том Что было проделано В ротах Батальонах По идее На воспитательной работе Немного прибавляли Делали это легко Свободно Не стесняясь На это преувеличение Низовые политработники Часто шли потому Что верхи Не зная действительных Траншейных условий Требовали Неосуществимого Например Провести Тогда-то и там-то Партийное Комсомольское Собрание С указанной Повесткой дня Да еще после В донесении Передать Содержание Выступлений С выражением Веры в нашу победу В политику Партии Великого Сталина Люди сидят В траншеях В слегка Укрытых нишах А наверху Постоянно Свистят пули Рвутся снаряды Мины Идешь Согнувшись По траншеи От одного солдата К другому Можно собрать Человек пять В одно место Командир Недоволен Одна мина И отделений нет Большинство солдат Свои чувства Выражали Значительно скромнее Чем о них писали В газетах Летом 1942 года 220-я Стрелковая дивизия Калининского фронта Продолжала Стоять В обороне Постоянно Отражая Вылазки Противника В обороне Войска не теряли Времени Даром Они совершенствовали Своё боевое Мастерство Мы Политработники Разъясняли Приказ Народного Комиссара Обороны Иосифа Виссарионовича Сталина Номер 130 Изданный В мае 1942 года Личному составу В ротах Батальонах Он обязывал Настойчиво Учиться Военному делу Совершенствие Владевать Оружием И стать Мастерами Своего Дела Я занимался Вместе с солдатами И командирами В роте 82-миллиметровых Миномётов Я знал Это орудие Умел наводить Готовить данные Для стрельбы Этому я научился На армейских курсах Тут я чувствовал Себя уверенно Мог не только Агитировать Разъяснять приказ Но и практически Показать Как владеть Оружием Эти знания И умения Придавали мне Авторитет Как политработнику Я не подменял Командиров Но при случае Вместе с ними Занимался Огневой подготовкой Например Командир взвода Занимается С одним расчетом А я выражаю Желание Пойти ко второму Расчету И показать им Как быстрее стрелять Соблюдать Меры безопасности И другое Бывали случаи Когда командир рот Оставлял за себя Командира первого взвода И в то же время Просил меня Остаться на ночь В роте Пока он отлучится В ближайший тыл Чтобы помыться Сменить белье Один раз По такому случаю Меня даже разыскивали Я должен был Вернуться на КП полка Но не вернулся На фронте Это опасное явление Когда неизвестно Где человек находится Он может быть убит Случайной пулей Или осколком Разорвавшегося снаряда Или захвачен в плен В качестве языка Прорвавшимися в тыл Разведчиками противника Оборона легче И безопаснее Для бойцов Чем наступление Можно вовремя Поесть Помыться Прожарить белье И хотя бы На какое-то время Избавиться от вшей Вшивость Это страшный бич Которой пришлось Пережить всем Кто находился Непосредственно В бою Засилье вшей Ползают по телу Голове Все швы на белье Забиты гнидами И вшами Когда это становится Невыносимым Я раздевался И стряхивал Этих паразитов Потом кто-то заметил Что они меньше Водятся на грязном Засаленном потом И грязью белье И это казалось Действительно так Мы перестали мыться И стали забивать Грязью швы Потом все это Пропитывалось потом Засаливалось Таким образом Вши были лишены Своего основного Убежища Так было до тех пор Пока не было сделано Кем-то великое Открытие Оборудованные бочки Для прожаривания Белья Через какое-то время Вши появлялись Но не в таком Количестве И все же Войскам надоедает Стоять в обороне И мы ждали наступления Солдаты и командиры Были недовольны тем Почему мы так долго стоим Весна прошла Лето наступило Когда же будем Освобождать нашу землю Наших людей От немецкого рабства Мы разъясняли Как могли Причину этого застоя Готовятся резервы Накапливается вооружение Боеприпасы И вдруг Сводки Информбюро В середине июля Принесли тяжелую весть Немецко-фашистские войска Большими силами Перешли в наступление На Сталинградском направлении Сосредоточив Большое количество Танков Артиллерии Самолетов Они быстро Продвигались вперед По сводкам Можно было понять Что наши войска Беспорядочно Отступали За относительно Короткое время Противник оказался Под Сталинградом И глубоко Продвинулся На Кавказском направлении Это событие Произвело Гнетущее впечатление На наших солдат Мы, политработники Не знали Как отвечать Бойцам На их Многочительные Вопросы Почему Отступление Наших войск В начале войны Объясняли Внезапным ударом Противника А что же теперь Почему опять Отступаем Пищу Для политработников Дал секретный Приказ Сталина Номер 227 Нам дали Его полное Содержание Но его Грозный смысл Заключался в том Чтобы прекратить Отступление Ни шагу назад Таков был Его основной Девиз Отступление Без приказа Ни при каких Обстоятельствах Невозможно За нарушение Его Следовал Расстрел На месте Были созданы Заград Отряды Которые имели Право Открывать Огонь По всякому Кто по какой-то Причине Оставил Занимаемые Позиции Но это Право Они редко Использовали Большинство Нарушителей Приказа Отправляли В штрафную Роту По приговору Суда Бойцы И командиры Штрафных Рот Бросались В самые И опасные И трудные Бои Кому Посчастливилось Остаться В живых Реабилитировались И отправлялись В бой В составе Обычной Части Со всей Ответственностью Говорю Что воины Понимали Необходимость Этих Жестоких Мер И одобряли Действия Верховного Главнокомандующего Сталина В него Продолжали Верить И ожидали Что он найдет Выход Из этого Тяжелого Положения За Родину За Сталина Где Родина И Сталин Стояли рядом Действовал Сильно И вот Теперь пришло Время Для нас Вступить В эту Тяжелую Смертельную Битву Хотя и На другом Фронте Войскам Находящимся На Калининско-Ржевском Направлении Была поставлена Задача Перейти В наступление Наносить Удары По врагу Не дать ему Снять войска С нашего направления И перебросить Под Сталинград Сопротивление Наших войск Под Сталинградом Усиливалось Каждым днем Противник Нес большие Потери И вынужден Был снимать Дивизии С других Более спокойных Направлений Наша задача Заключалась В том Чтобы сделать Ржевское Направление Неспокойным Действующим Отвлекающие удары Это самые Изнурительные Кровопролитные Были случаи Когда подразделения Части Для выполнения Этой задачи Бросались Не веря в успех Такая Или приблизительно Такая Участь Ожидала нас Малыми силами Переходить Наступление Беспрерывно Атаковать Где-то Вклиниться Ворону Противника Захватить Траншею Какую-то Важную Высоту Или Населенный Пункт И удерживать Его Сковые силы Противника Перед наступлением Партийно-политические Силы полка Распределялись По батальонам Меня посылали В третий Стрелковый Батальон Я должен был Собрать Коммунистов И комсомольцев Провести с ними Собрание Поставить Перед ними Задачу И предложить На их обсуждение Решение Собрания В землянку На командном Пункте Батальона Собирались Члены партии Ночью Они пробирались Сюда Кто как мог Передний край Немцы освещали Периодически Ракетами Это время Можно лечь И переждать Пока ракета Будет висеть В воздухе И освещать Местность Идти или бежать Можно только В промежутке Между светящимися Ракетами Все это было Привычным делом Никто не считал Его трудным И опасным Передо мной Сидели мужики В основном Среднего возраста Закаленные Нелегкой жизнью И боевым опытом Войны Еще до прихода Их я думал Что им сказать В основном Я был настроен С пафосом Вдохновить их Но когда посмотрел На них На их серьезные И даже суровые лица Я снизошел С неба на землю Официальный Говорит легко Перед нами Поставлена задача Мы должны И тому подобное Труднее Говорить задушевно Для этого Нужно понять С кем ты говоришь Их мысли Чувства Настроения Обо всем этом Я думал Пока командир батальона Разъяснял Боевую задачу батальона Характеризовал Стоящего перед нами Противника Говорил о том Что все огневые точки Его обнаружены И будут подавлены В ходе артиллерийской Подготовки Хорошо Если было бы так Сказал С какой-то загадочностью Один из сидящих Очевидно Он из своего опыта Знал Что так не бывает Или почти не бывает Во время атаки Огневые точки оживают И их оказывается много Командир батальона Капитан лет 30 Говорил командным языком Имея перед собой В будущем бою Роты Которые Выполняют Определенную задачу Мышление командира При постановке задач И руководстве боем Не спускалось К образу солдата К его судьбе И это не недостаток Какого-то отдельного командира Это общий Необходимый образ мыслей Характерный В основном Для всех командиров Вот почему Политработник В боевых условиях Армии Был так необходим По своему положению Функциям Он вырабатывал В себе Другой вид мышления Отличающийся От командирского По форме И по содержанию Эти мысли Наверное И тогда промелькнули В моей голове Как только Закончил говорить Командир Я объявил Маленький перекур И отделил Всех присутствующих Папиросами Этим приемом Я пользовался часто Когда нужно было Создать Неофициальную обстановку Приметил я Что некоторые Из присутствующих Смотрят на меня С любопытством Я не ошибся Как только Закурили Обменялись Приятными словами Один из самых Пожалуй пожилых Сразу же Поинтересовался А политруку То приходилось Бывать в бою Пока я собирался С мыслями Как ответить Капитан Опередил меня И сказал Что младший Политрук С самого начала Войны на фронте Это хорошо С удовлетворением Сказал тот же солдат Для общего знакомства Я добавил Что восемь месяцев Воевал рядовым бойцом А политруком Стал недавно После окончания курсов А вот в атаку Ходить не приходилось Воевал в артиллерии Связистом Оно конечно Сказал кто-то Что означали эти слова То ли согласие То ли недоверие С этим пожилым солдатом Ранее сидевшим в тюрьме Пессимистичным по натуре Я потом часто сталкивался После такой разминки Я говорил о положении на фронтах О наших трудных задачах О том, что к нам прибывает пополнение И о многом другом Говорить, убеждать я умел Мои способности к этому Определили мое назначение Всех слушателей курсов Послали в роты Меня же комсоргом полка На курсах я выступал От имени курсантов На митингах На собраниях На политзанятиях Я выступал Как говорили курсанты Лучше руководителя В этом мне помогали Знания марксизма Истории Которыми я увлекался В техникуме В университете Первое собрание С опытными людьми Мне запомнилось хорошо Я долго думал перед этим Как его провести Но все мои предварительные Наметки рухнули Пришлось импровизировать Сообразуясь Со складывающейся обстановкой Предварительный поиск Различных вариантов Помогает впоследствии Находить новые Часто неожиданные решения Получается импровизация Не на пустом месте Затем я получил задание Выехать в район Штаба дивизии Вместе с командиром батальона Для получения Нового пополнения Туда же выехали Порторг и пропагандист полка В лесу Недалеко от штаба дивизии Была сосредоточена Большая масса солдат Они располагались По группам По взводам По ротам А в целом Сливались в общую серую массу Они были одеты В новые шинели Шапки Из-под которых Рельефно Показывались черные глаза И смуглые лица Все они прибыли Из среднеазиатских республик Они уже были разбиты По полкам Нам указали пополнение Для 25-го стрелкового полка Уже после выполнения Первой команды Повзводно в две шеренги Становись Мы поняли Что из себя представляет Это пополнение Многие из них Не понимали Даже самых необходимых команд На русском языке Я шел перед строем И спрашивал Кто понимает по-русски Ни один солдат Не ответил утвердительно Они молчали Или отвечали Не понима Ни бельмес Старший политрук Тоже казах Или таджик Который их привез Шел сзади и говорил Не верьте им Все они понимают Притворяются Потом мы убедились Что политрук-казах Был прав наполовину Я отбирал Или лучше сказать Ставил на учет Заносил списки комсомольцев А парторг Выявлял членов партии И тех и других Оказались единицы За такой работой Некогда было подумать Ведь завтра Или послезавтра Наступление А это Жизнь Или смерть Но идем мы К этому роковому рубежу Совершенно не думай Об этом Обычные фронтовые Повседневные заботы Полностью поглощают нас Перед наступлением Я получил новую Очень ответственную задачу Перед наступлением Командования Стремится подавить Огневые точки противника Ведется тщательное наблюдение Были обнаружены Пулеметные точки Дзоты Многие из них Были подавлены Артиллерией С закрытых позиций А один дзот Не поддавался Ликвидации Было решено Выдвинуть одно орудие На прямую наводку Для выполнения Этой задачи Был назначен Лучший расчет Его командира Комсомольца Я хорошо знал Командир батальона Попросил меня Быть вместе с расчетом Ночью Насколько могли Орудие подвезли На тягаче А затем Бесшумно Его катили вручную Огневая позиция Была выбрана В развалинах школы На нейтральной полосе В непосредственной близости От переднего края противника Орудие хорошо укрыли Боеприпасы Расположили За кирпичной стенкой Я выбрал Пункт наблюдения В стороне Метрах 20-30 От орудия Командир орудия Должен был виден Хорошо И с рассветом Он тремя выстрелами Его разрушил Я подбежал К расчету Они беспечно ликовали И командир собирался Доложить о выполнении задачи Я командую расчету Следовать за мной Соблюдая маскировку Командир Недоумевает Но приказ мой Выполняет Только я успел Отвезти бойцов От орудия Метров на 40-50 И расположиться В кувете Как противник Открыл огонь По развалинам школы У него У него тоже Стояло орудие На прямой наводке Четыре разрыва От которых Остатки стен Были разрушены Противник Считавши цель Подавлена Ползком По бурьяну Мы возвратились К орудию Оно было Цело и невредимо Но завалено Мусором Осколками кирпичей Теперь ребята Ясно поняли Мой маневр Были рады Командир батальона Меня благодарил Доложил об этом Командиру полка Командир Артбатареи Засек орудие Противника Во время Ведения им Огня И подавил его Наконец Нам стало известно Время Че То есть Время атаки Это нулевое время И теперь Все мероприятия Дела Отсчитывались Назад С минусом Вперед С плюсом Для меня Предстояло Жестокое испытание Как я его Выдержу Первой части В атаке В моей боевой Жизни Да не рядовым А вдохновителем Людей Идущих Навстречу Опасности Перед атакой Мне выдали Медальон Который Я должен Вложить Бумажку Где должны Быть написаны Фамилия Име Отчество И домашний Адрес Один раз Я такой Медальон Уже Выбросил То же самое Сделал И теперь Не мог Представить Себя убитым По карманам Которого Шарят И что-то Ищут Боялся Ли Я этой Мысли И гнал От себя Или Была Какая-то Уверенность Неизвестно На чем Основанная Что Меня Не убьют Пожалуй Было И то И другое Ни в бога Ни в черта Я не верил К тому времени Я был Уже Сознательным Атеистом Думаю Мне просто Хотелось Верить В свою Счастливую Судьбу Так Было Легче Яснее Видеть Своё Что-то Есть Впереди Удивительны Наши люди По команде В атаку Вперед Появилась Над полем Густая Ротная Людская Цепь Я шел Затем Бежал В ней Кричал Ура Как все Назад Не оглядывался Хотя Я должен был Видеть Все ли Пошли В атаку Никаких Других Средств Воздействия В этот Момент Кроме Личного Примера У политработника Нет Иди Стреляй Вместе Со всеми Тебя Видят И верят В те Слова Что ты Говорил Им Перед Атакой Какое-то Время Мы бежали За танком Противник Молчал Впереди Было Ржаное Поле Высокая Неубранная Рож Мне страшно Хотелось Быстрее Добежать До этого Поля Как будто В нем Я видел Какое-то Спасение А за Этим Полем Виднелись Крыши Домов Эта Деревня Называлась Белькова Как только Мы вышли На это Поле Противник Открыл Сильный Огонь Из всех Видов Оружия Свистели Пули Рвались Мины Снаряды Люди Залегли Лежу И я Думаю Что делать Для нас По тактике Боя Вперед Выходи Из зоны Обстрела Иначе На всех Тут Уничтожат Кто-то Поднимался И шел Вместе Со мной Кто-то Продолжал Лежать Это Продолжалось Недолго Ясно Было Атака Захлебнулась Слишком Много Огневых Точек Противника Оказалось Неподавленными Танк За которым Мы бежали Крутнулся На месте И стал По цепи Передали Команду Командира Роты Вперед Но Продвигаться Было Некому Все Лежали Кто Мертвый Кто Живой Понять Было Трудно И вдруг Слева От себя Я увидел Толпу Услышал Крики То Ползком То Перебежками Я пробрался Туда Нужно Было Узнать Что Там Происходит В Помятой Ржи Которая Уже Не могла Скрыть Нас От Прицельного Огня Противника Лежал Убитый Скишки Наружу А вокруг Него Собралось Несколько Солдат Казахов И что-то Орут Причитают Разойдись Кричал Я им Вы Погибнете От Разрыва Одного Снаряда Их Трудно Было Даже Оттащить От Убитого Убитые Раненые Живые Лежали Под Обстрелом Противника До Самой Ночи Была Команда Закрепиться На Достигнутом Рубеже Всю Ночь Но даже У меня У молодого Пробудилась Крестьянская Душа С грустными Воспоминаниями О доме О поле Которое Мне приходилось Обрабатывать Убирать С него Урожай Я срывал Под корень Уже Пожелтевшие Стебли И укладывал Их На холме Земли Полные Колосья Лежали Передо Мной И не Их Мне стало Жаль А то Безвозвратно Ушедшее Время И свою Деревню На Орловщине Где Сутками не ели Трудно было Подвести Продовольствие Потери Росли Раненых Убитых Не успевали Вовремя Убирать С поля Я видел Как в ранах Живого Еще солдата Копошились Черви Стояла Августовская Жара А до него Еще все Не дошли Санитары Или Не нашли Его Я немедленно Сообщил Об этом По телефону Командиру Батальона Высота На которой Мы стояли Постоянно Подвергалась Налетам Немецкой Авиации Бомбежка Была страшная Бомбы Все вокруг Изрыли Я лежал И вообще Не думал Что я выживу Потери Были очень Большие У многих Перепонки Полопались У меня По существу Слух Был потерян Было Несколько Дней Когда на фронте Стоял Относительное Затишье Активных Действий Не проявляла Ни та Ни другая Сторона А обстрел Хотя и не такой Интенсивный Продолжался За это Время Я побывал В штабе Комиссару Тот сказал Чтобы я указал Отличившихся Я говорю Не было Этого не может быть Отвечает мне Пришлось указывать Фамилии тех солдат Которые наступали Рядом со мной Комиссар сообщил Что к нам На участок фронта Прибыло Новое оружие И что готовится Новое наступление С его применением Ночью я возвращался В ту же роту Перебираясь Из окопа В окоп Я рассказывал бойцам О тяжелом положении На Сталинградском фронте О героизме воинов О прибытии Нового мощного оружия И о предстоящем Наступлении Солдаты Встретили Это сообщение С удовлетворением Все знали И были так настроены Что сколько ни сиди В обороне Освобождать Свою родину От фашистов Придется Лучше бы Это сделать быстрее Был один Примечательный Случай Один солдат Евангелист По вероисповеданию Отказался Стрелять Так как ему Вера запрещала Стрелять Человека Я доложил командованию Мне сказали Надо воспитывать Убеждал Воспитывал В конечном итоге И такие люди стреляли Применение нового оружия Мы увидели Во время артподготовки Мощные взрывы Прокатились По всей передовой Противника Таких вспышек С большим ореолом Я не видал Ни от снарядов Ни от бомб Оглушающие звуки Докатились И до нашей передовой Вверх летели Земля Какие-то большие предметы Наверное Деревянные части Землянок Радостное чувство Хватило нас Я был вполне уверен Что и другие Думали о том Что среди этих Выбрасываемых предметов Находятся и тела И кости людей Для нас Они не люди А противник Который за несколько дней Уничтожил сотни Наших бойцов И командиров Радость охватившая Нас Была оправдана С уверенностью В успехе Мы поднялись В атаку И в самом деле Огонь противника Был слабым Мы быстро достигли Передней траншеи Врага Там, где я ее Перепрыгивал Не было ни одного Немецкого солдата Справа от меня Поднимали руки вверх Оглушенные И одуревшие немцы Они жестами Показывали Что ничего не слышат И не соображают Двух или трех немцев Наши солдаты Повели с собой Кого-то расстреляли На месте Трудно или почти Невозможно было Удержать солдат От убийства противника Который теперь Сидел или стоял Перед ними Хотя и с поднятыми руками Велика была ненависть Да и не только В этом дело Нервно-психологическое Состояние Такое еще Таково Что он уже Меньше руководствуется Сознанием Рассудком Настоящий бой С применением Гранат и автоматов Начался Когда мы вышли В район землянок Только теперь Я бросил одну лимонку В проход землянки Наш боец Бросился вниз По порожкам Но из дверного проема Раздались Автоматные очереди Солдат не растерялся И из-за угла Метнул гранату В дверь В землянке Все затихло Для надежности Дали еще Несколько чередей И мы Оказались В землянке Два офицера Лежали на полу Третий Опершись спиной О стенку Сидел на полу Все они Оказались мертвыми Землянка Была оборудована Не хуже Хорошего Жилого дома Деревянный пол Стены обшиты Досками На полу Ковер Кровати С чистыми постелями Стол Стулья Электричество И почему-то Красный фонарь Каждый из нас Наверное Подумал Вот гады Как устроились Все оборудование И мебель Были утащены Из домов Крестьян Не хотелось Уходить Из этой землянки Но наша Боевая задача Не заканчивалась На этом Мы дальше Продвигались Вперед Рядом с нами Развертывалось 76-мм Орудие Оно становилось На прямую Наводку Командир роты Передал Противник Перешел В контратаку Вскоре мы увидели Движущиеся На нас танки Рвались снаряды Мины Появились Пикирующие Бомбардировщики Они сбросили На наше расположение Несколько бомб Одна из них Разорвалась Так близко Что на меня Падали комья земли Не могу Сообразить Что делать В голове Шум Боли Не знаю Сколько прошло Времени Когда меня Кто-то Подтащил И оставил В воронке От бомбы Кругом Никого Появился Страх Мелькнула Мысль Была Контратака Противника Чем она Закончилась Где я У своих Или уже В расположении Противника Неужели плен День на исходе Темнело Ко мне Кто-то подходил Это казались Два санитара С носилками Они смотрели Меня Послушали пульс Вынесли Из воронки Положили на носилки И понесли Я сразу Обрел Какую-то уверенность Во мне появились силы Хоть и слабые Я сказал Санитарам Чтобы они Меня опустили На землю И что я Пойду сам Что они Мне говорили Объясняли Я ничего Не слышал Не понял Я видел Шевелящиеся Губы И только Поняв Мое состояние Они стали Жестами рук Показывать Направление Куда мне Идти Я еле Двигался Ноги Правая сторона Тела Страшно болели Шум и звон В голове Казалось Заполняли Все пространство Вокруг меня Временами Мысль Куда-то Уходила Я останавливался Потому что Временами Терял ориентировку Я не понимал Где я И куда мне Двигаться Невысокий Кустарник Впереди Совсем Меня смутил Когда наступали Я такого Кустарника Не видел Кустарники Различались Какие-то Рамы Похожие На парниковые Поднятые Вверх Стою Не соображу Что делать И где я Передо мной Появился Человек С винтовкой Что-то Мне говорит Машет руками Тычет Мне в грудь Стволом винтовки И что-то Объясняет Наконец Он понял Мое состояние И повел Куда-то Ничего не говоря Тут я увидел В рамах Огромные Головастые Мины Или реактивные Снаряды Которые потом Получили название Или вернее Прозвище Ванюша Были реактивные Установки Смонтированные На автомашинах Их прозвали Катюшами Теперь появились Ванюши Из этой части Меня отправили В медсанбат В медсанбате Меня особенно Не лечили Врач говорил Вас вылечит Время И действительно Постепенно Уменьшалось Напряжение В голове Которое Я постоянно Чувствовал Ослабевали Шум Звон В ушах Улучшался Слух Я стал Различать Не только Звуки Но и Некоторые Слова Врач Назначал Какие-то Таблетки И всякий Раз повторял Гуляй Больше Под конец Своего Пребывания В медсанбате Я уже стал Ходить На просмотр Кинофильмов Понимал Размеренные Речи Мой лечащий Закончил Мединститут Я сужу Это потому Что его Все еще Интересовала Студенческая Жизнь Узнав Что я Из Ленинградского Университета Он часто Заводил Разговор О студенческой Жизни А когда Я сказал Ему Что я Занимался На философском Факультете Он начал В разговоре Выражать Свои Философские Познания По ходу Разговора Я тоже В эти темы Втягивался Теперь Всякий Раз Когда Встречал Меня Он говорил Ну как Твои дела Философ Мне надоело Быть в медсанбате И я отвечал Ему просьбой Отправить меня В часть Рано Рано Что ты Глухой Там будешь Делать Отвечал Он Вскоре Это его мнение Неожиданно Для меня Изменилось Вместе С врачом В палату Где я лежал Пришел Полковой Комиссар Врач Подвел Его ко мне И сказал Вот Младший Политрук О котором Я вам Говорил После Короткого Разговора Нетребуемое Его согласие Полковой Комиссар Приказал Мне Собираться И ехать С ним Врач Тем временем Готовил Документ О выписке Такое Поспешное Выдворение Меня Из медсанбата Явилось Причиной Того Что я Оказался Без справки О тяжелой Контузии Тогда я Не придал Этому Значения А в 60-е Годы Сколько Не писал Положительного Ответа Не получил Рядом С Большим Начальником По воле Этого Полкового Комиссара Мизерного Я Оказался На должности Секретаря Политотдела 369 Стрелковой Дивизии Это Фактическая Должность По штату Она не была Положена И потому Меня Провели Приказом На должность Начальника Библиотеки Дивизионного Клуба Этой Библиотеки Я в глаза Не видел И никогда В этом клубе Не был Здесь будешь Долечиваться Сказал Официальным Грубоватым Тоном Начальник Политотдела Дивизии Мою задачу Входило Собирать Политотнесения Из частей Обрабатывать Их Делать Соответствующие Выводы Оценки Прогнозы Просьбы Обращенные К вышестоящим Инстанциям И другое Материал Поступал Иногда Очень интересный Иногда Однообразный Но всегда Его было Много Это Зависело От боевых Действий Наступления Разведка Боем Действия Разведгрупп По захвату Языка Давали Такое Обилие Интересных Фактов Что можно Было Писать Повести И рассказы Масса Поступала Заявлений Из частей Если погибну Прошу Меня считать Коммунистом Количественные Материалы Вступлений В партию В комсомол Особенно Перед Наступлением О гибели Политработников Материал Поступал С отзывами Командиров Политработников Напротив Оборона Друг на друга Давала Бледный И даже Вымученный Материал Писать Надо А писать Нечего Нет Ничего Нового По сравнению Со вчерашним Днем Нрав Моего Начальника Политотдела Дивизии Полкового Комиссара Мизерного Думаю Ничем Не отличался От других Работников Такого же Масштаба Чем больше По объему Донесению Тем лучше Вот я и писал Целые повести Не искажая Фактов Ничего Не прибавляя И не убавляя Я подавал Материал Как мне самому Казалось Интересно Выводы мои И предложения Нравились Начальнику Он читал Донесения Очень внимательно И редко Делал поправки Больше всего Такого порядка Надо бы указать Фамилии Таких-то Политработников И командиров Приходилось Писать реляции На награждение Политработников К подвигам Действительно Совершенным Приходилось Еще прибавлять Что-то Чтобы дотянуть До формально Установленных норм Были выработаны Определенные Показатели Для награждения Различными Орденами В основном Они были Количественными Подбить Столько-то Танков Уничтожить Такое-то Количество Огневых Точек Или живой Силы Противника И тому Подобное Но подвиги Измерялись Не только Количеством Но и Качеством Бывало Такое Что уничтожение Одной огневой Точки Спасало Роту Солдат И Выполнение Этой задачи Совершено Почти при Стопроцентной Степени Риска Достаточно Было бы Описать Правдиво Этот боевой Эпизод Чтобы его Герой Был Награжден Но для Сидящих Повыше Важны Нормативы Подвиг Действительный Приходится Доводить До Нормативного Что это Правда Или Неправда Прибавление Вынужденное Которое Если не Сделать То не Будет Отдано Должное Действительному Герою Выходит Что это Не вранье Которое Необходимо Было Делать С чистой Совестью Как раз В это Время Ввели Погоны До нас Политработников Доходили Слухи Об отрицательном Отношении В войсках К появлению Погон Как к Возврату К старому Поэтому Политруки В частях Разъясняли Что возврата К старому Нет Просто происходит Введение Новой формы Армия Хорошо Отнеслась С пониманием К нововведению Пока Не проходила Глухота Головные Боли Которые К вечеру Становились Очень сильными С этой Работой Я мирился Когда Здоровье Стало Улучшаться Я стал Просить Мизерного Чтобы он Отправил Меня В часть Я тут же Написал Рапорт С просьбой Отправить Меня В полк Недели Две Держал Он Этот Рапорт Ничего Не Отвечая Тут Как-то В хорошем Настроении Он Спрашивает Меня Куда Бо Я Хотел Пойти Опять На Должен С Комсорга Полка Или Замполитом В Артиллерийскую Батарею Я Выбрал Последнее Воспоминания Ветерана Великой Отечественной Войны Сухоруков Григорий Михайлович Литературная Обработка Станислав Смоляков Конец Пятой Части Читал Олег Лобанов Продолжение следует